Челябинский трактор Новая разметка, новые площадки, все это, конечно, приводит к более бескомпромиссной, активной и яркой борьбе, которая нужна нам, зрителям. По словам вице-президента, генерального директора трактора Бориса Витгофа, то, что некоторые клубы уже переделали свои коробки, вариант с двумя допустимыми размерами на ближайшее время представляется наиболее логичным. Челябинский клуб поддерживает это решение, но пока не определился шириной площадки – 28 или 26 метров. Добавлю, что на данный момент только 7 из 24 команд в лиге сохраняет европейский размер на своих аренах, то есть 60 на 30 метров. Помимо трактора, это торпеда Салават Юлаев, Йокерит, Кунлунь, Локомотив и Рижская Динамо. Лучший бомбардир Челнета Владислав Кулеев покинул клубную систему трактора и продолжит хоккейную карьеру в Ханты-Мансийской югре. Причем трактор получит за его переход денежную компенсацию. Напомню, что 21-летний нападающий в этом сезоне провел за Челмет 32 игры, забив 4 шайбы и сделав 14 результативных передач. До этого Кулеев был в составе «Белых медведей» 195 матчей. По словам воспитанника школы «Трактор» бронзового призера чемпионата МХЛ Владислава Кулеева, переход в другую опытную команду для него шаг вперед. И он будет очень рад вернуться в систему трактора в будущем. Завтра Челябинск встретит матч звезд по баскетболу. Он проводится уже восьмой раз. И в этом году посвящен памяти заслуженного тренера России Юрия Перминова, основателя главного тренера и президента женской команды Суперлиги «Славянка». На паркете встретятся представительницы баскетбольного клуба и известные персоны Челябинска. Турнир является благотворительным. Куда направить средства, знает моя коллега Ульяна Любимова. Человек-легенда Юрий Перминов ушел из жизни пять лет назад, 4 декабря 2014 года, оставив большой след в челябинском спорте и баскетболе. Четверть века он возглавлял команду Суперлиги «Славянка», был главным тренером и президентом клуба. Для игроков вторым отцом, для семьи заботливым мужем и папой. В этом году турнир памяти Перминова пройдет в рамках традиционного предновогоднего благотворительного мероприятия «Матч звезд». Среди приглашенных министр спорта области Леонид Одар, начальник городского управления Максим Клещевников, депутат ЗСО Дмитрий Альтман, самый сильный человек России Эльбрус Нигматулин, спортивный директор трактора Евгений Иванов. Вместе с бывшими игроками «Славянки» на площадку выйдет и 15-летний сын Юрия Николаевича Николай, который достиг баскетбольного роста в 196 сантиметров. Спортивный праздник проведет актер сериала Саша Таня, шоумен Арсен Карапетян, а средства от продажи сувенирной баскетбольной продукции пойдут на командирование областной женской сборной на межрегиональные соревнования. Начало в 14 часов 30 минут во дворце пионеров и школьников имени Крупской. Серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в шестом Тимур Маргунов и наставник легкоатлета Александр Шалунников станут гостями итоговой программы «Весь спорт». И расскажут, как отреагировали на запрет ВАДа об участии российской сборной под национальным флагом. Ведь Тимур – один из 17 южноуральских кандидатов на летние Олимпийские игры в Токио. Все ожидали этого, как ни крути, но было все равно тяжело это воспринимать, потому что пытала какая-то надежда тебя, что вот, сейчас скоро все изменится, ну вот это последний гвозь, так сказать. Очень неприятно и больно было в очередной раз. Для тренеров, для спортсменов это, конечно, травма, психологическая травма и моральная. Для Тимура Маргунова Александр Шалунников – второй тренер. Наставник сразу заприметил в молодом спортсмене талантливого прыгуна. Я всегда следил за ним, когда он тренировался еще у первого тренера, я всегда наблюдал за ним. И мне Тимур нравился в плане того, что вот его техники, его спортивной злости такой. И самое главное, вот смелые такие прыжки были. Вот чем я отличался, это такой отчаянной смелостью, будем так говорить. Это в нем привлекало меня, и я с удовольствием его продолжил тренировать. Отправиться Тимур Маргунов в страну восходящего солнца в качестве нейтрального легкоатлета смотрите в итоговой программе «Весь спорт» в субботу в 21.10 на ОТВ. На сегодня это все. Далее происшествие. В Коркино попытались разрушить ледовый городок. Сломана фигура. Кто это сделал, знает Елизавета Болдырева. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин